Девушки отдыхают Месяц не прошел еще с момента маминой смерти Вот надо заранее договориться Как только вступаем в права наследования Сразу продаем квартиру Ну ты умная, ты старшая Валяй, делай как все хочешь Слушай, мне бежать уже пора У тебя новый кавалер? Угу, Ленчик с работы Это у которого ты на ночь остаешься через день? А Литку здесь не боишься одну оставлять? А за ней Ленка соседа приглядывает Ну как, ничего? Смотри аккуратней Так можно и на маньяка нарваться Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Смерть ее наступила Девушки отдыхают Девушки отдыхают Разрешите, доктор Извините, приема не будет сегодня СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Девушка, аккуратней Ирка Ты? Женька Автора Вот так встреча Ты как, ботаник? От ботаника слышу Я как я, нормально Женился, ребенок Работаю стоматологом А телохирургом не получилось Ты-то что здесь делаешь? Живу Здесь, здесь, в этом районе? Да Да ты что, я тоже Надо же Ты-то свои земли открыла, острова Да это папа мой, великий географ А я в инъяс пошла Перевожу, знаешь, потихоньку Развелась Дочке шесть лет Маму вот Недавно похоронила А великий отец Восемь лет назад умер Знаю Читал я в интернете Ну-ка, рот открой Фу, дурила Дай зуб, посмотрю Ну хватит Держи, вот Позвони Тебе и дочке Бесплатно сделаю Здорово Спасибо А что общего между жертвами? Шатенки От 25 до 30 лет Рост От 165 сантиметров Худощавые Ну, для маньяка Достаточно общего сходства Три первые жертвы Не пересекались между собой Никогда не встречались И не были знакомы Общих знакомых у них тоже нет В нашей практике бывали случаи Когда убийца имитировал Некую серию С целью убийства Одной единственной жертвы Поэтому нужно проверить еще раз Биографии всех погибших Нет ли у кого-то из их окружения Личного мотива Все, все свободны Первые три Иванова, Сугловская, Антипова Точно не могли быть убиты Кем-то из своего окружения По красным мотивам Ну, все три Были небогаты как бы Ничего не наследовали Вот, ну Обычные женщины Симпатичные, конечно Но Никаких таких особых страстей Ну, этого не было Вот Все не замужем Либо, да В разводе Может, ты плохо рыл? Чего? Да я рыл как крот Повторяю Как крот я рыл И заявляю Что никто из этих трех Не мог быть убит Ни по корыстным мотивам Ни по мотивам Неразделенной любви Либо мести Тоже мне Я с момента рождения К судьбу проследил Советчик нашел Не надо мне советовать здесь Четвертую найдешь пострадавшую И тогда будет Не ори А рано или поздно Все равно подадут ее в розыск Охак И это я слышал от эксперта, да? Да Компьютерного гения, да? Ну, в общем Тогда могу предложить вот что Обнаруженной рядом с телом помадой Помечена определенная маркировка Ее купили в дьюти-фри В аэропорту Барселоны В октябре прошлого года Вот фото всех женщин Которые в октябре Вылетали из Барселоны В Москву Извини, брат Действительно проще, наверное Подождать Пока наш неизвестный В розыск объявят И к тому же Ей, может, эту помаду И в подарок привезли Он их сколько? Есть идея Идея? И есть программка Какая? Я введу фото Последней погибшей Ее приблизительный возраст И основные внешние признаки И мы сравним С этими фотографиями С этими Стоп, стоп, стоп Тормозни Назад, назад Назад мотай Еще Оп Вот она Олеся Александровна Чудова Вот она Она У тебя телефон Да На вибрации Никак не привыкну Да Майский Кто? Где? Понял, будем Да понял я Да Походу пятая Лесополоса Вбутово нынче О, отсюда Адрес прописки Телефон Все, благодарю вас Если потребуется Мы вас вызовем Всего хорошего Петрович Ой Все как обычно Свидетелей нету Тело обнаружили Случайные прохожие Вон Дочка с матерью Она задушена И контрольный удар в горло Опять он Как он не боится Ну а чего ему бояться Коль Если он ранее Не судился Не привлекался Не обвинялся Как мы его Вычислим По 42-му 43-му Размеру ноги Да ну брось У половины Москвы Такой размер Еще У десятой части Этой половины Третья отрицательная Группа крови На скидочку мы имеем Около 600 тысяч Только официальных Подозреваемых Это из регистрированных В Москве и области А вот еще Кстати сумочку Нашли Ну в трех метрах От тела лежала Сказали ее наверное Документов В ней не было Да 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 Вот Как раз и паспорт Паспорт На имя Выдровой Анны Витальевны Судя по фотографии Она И Вот Визитница значит Полная Разных визиток Мать чудовая Только что опознала Лесь Нам пятую везут В смысле труп О господи ты выжимой Ты чего хотел-то А я думал Ты свободно хотел Предложить кофе пить А какой уж тут кофе Да и вот еще что Пока не забыла Телефон чудовый Наш маньяк не забирал По словам матери Она его дома забыла Так что никакой загадки нет Понятно Ладно я позже зайду Угу Как же я Алло Ленка привет Слушай Там Лида уснула Но ты все равно Зайди пожалуйста Проверь Ладно Да Я утром приду Ну куда куда Сама знаешь куда Да нет Я скоро с ним Лиду познакомлю Все проще будет Да Ну ладно Пока Да не рыпайся ты тварь Ты что Офигел Что за розыгрыши глупые Что за маскарад Он что ты решь то Тише Тише Я тебе потом все объясню Ну вот По словам матери чудовой Олеся после школы Училась на курсах Потом Секретарем работала Девочка домашняя Мечтала выйти замуж Зубы лечила Ну что еще Дом работа Слушай это все Даже подружек у нее не было Она понимаешь Мечтала Начать новую жизнь Но уже красивой С новыми зубами Понимаешь А чего у тебя по этой По пятой погибшей есть Выдрала Замужем Мужа уже вызвали Скоро к нам приедет Работала продавцом Детей нет Прописанная Я так понимаю В квартире мужа Сама из Одессы А вот эта визитница Выдровой Да А вот у нее тут Карточка Стоматологическая клиника Аляска А у тебя в телефоне есть Номер стоматолога Да конечно А не ну как Не стоматолога У меня есть номера Клиник там Зубных А Помолчи минутку Смотри У первой и третьей погибших А также у чудных Телефонов вбиты номера Стоматологических клиник Ну и что у них же Вон две разные клиники Совсем разные Ну у чудовой Вообще третью Выдровой Вообще четвертая Но во всех этих клиниках Противует один и тот же врач Некоторых авторов Черт Вот в адресе телефон Звони Я пока его Медкарту запрошу И вообще Среди не по нему Рана нанесена посмертно Как и в предыдущих случаях Водровая умерла от асфиксии Около пяти часов назад Была изнасилована Адреналин превышен Сперма есть Судя по анализу спермы Обнаруженной в влагалище Погибший Снова наш преступник Группа крови Три минуса И полное совпадение По ДНК Петрович, Валя Я на выезд Похоже, наш стоматолог авторов И есть тот, кого мы ищем Мы подняли его медкарту У него третья Отрицательная группа крови И еще Сделали запрос в МВД У него уже одна из клиентов писала Заявление об изнасиловании Так что я его привезу Да стохни что ли нет? Я пришла на прием Я часто к нему туда ходила Знаете, я Я и раньше замечала Что он как-то странно на меня смотрит Ну, не как на пациентку Понимаете? А потом он накинулся на меня Прямо в кабинете Понимаете, она слишком часто приходила Я даже в какой-то момент подумал Что у девушки мнительность Понимаете? Ну, а однажды она пришла И сама набросилась на меня Что ж, Нин У вас отличные зубы Просто вы немного мненителен Так бывает Вы сходите куда-нибудь с мужем Развейтесь Я не замужем Что ж Довное дело не хитрое Приятель-то у вас наверняка есть Девушка вы красивая Так что Вы так считаете? Да Доктор А что если мне Нравитесь вы? Подожди Надо дверь закрыть Вы тоже мне нравитесь Я-то мужик Я же не устоял И потом Ну, я не скрываю Что это Не первая Моя связь А это не первая Твоя связь с пациенткой Как мужика, да? Я стоматолог Я не психиатр Я врачебного кодекса Не нарушал И потом Я не знал Что Нина в меня влюблена Я думал, как обычно Пару раз мы с ней встречались А потом она потребовала Чтобы я развелся Я отказался Вот здесь все это и началось Что началось-то? Вот, а это все Обвинение В изнасиловании А, Авторов Поверь мне Твои проблемы Гораздо более серьезные Чем это Нина Пропченко Да Где? Бутово, сквер А документы при ней есть? Паспорт на имя Ирины Кротовой? Черт Не имеете права Я никого не убивал Не насиловал Не грабил Вот имена Вам знакомы Эти женщины? Отрицать бессмысленно Авторов Половина из них Ваши пациентки Я не отрицаю Нам нужно взять У вас кровь на анализ Закатать рукав Делать все, что хотите Серега, ну убито Скорее всего Около 22-23 часов вечера Вчера Валя скажет точнее Звали ее Ирина Кротова Дежавю Следы 42-43 размера Больше ничего Впрочем Как и раньше Ты кажется Уже говорил это Несколько часов назад Слава Богу Что Убийцу мы все-таки знаем Это его последняя жертва Санитары Тело можно забирать Серега Что? Ты будешь смеяться Но он действительно Оставил свою визитку Автор Стоматолог Вот и все Слушай, а здесь видишь Такое ощущение Что что-то Снегом Присыпали Затоптали Я вот решил Анализ на Всякий случай взять Обязательно Где вы были вчера вечером? Около 22-23 часов Нигде Точнее Я ехал к другу Ну понимаете Я приехал Приехал к дому Побоялся идти Из-за скандала Ну с женой Из-за Пробченко Потом позвонил Своему другу Адвокат Романченко И поехал к нему И во сколько Вы к нему приехали? Около полуночи На такси У меня моя машина Не завелась Ирину Крутову Вы знаете? Да Боже Это абсурд Что скажешь? По группе крови Полное совпадение Но это не он Это не авторов По ДНК не он Не он наш маньяк Ты уверена? Абсолютно Я провела уже два теста Это не он Но ведь все остальное Совпадает И группа крови И размер ноги И по клиникам Совпадение есть Кроме того У погибшей Кротовой Была его визитка Галь, ну о чем ты говоришь? Нет, хорошо Пожалуйста, давай Я проведу прям при тебе Сейчас Третий тест Хорошо, Галь Извини, Валя Нет, я тебя понимаю Действительно Девушка была убита Вчера около 23 часов Как раз в то время Когда стоматолог Прогуливался в этом сквере Да? Но только не он это, Галя Не он Ну почему ты мне не веришь? Ну я уже извинилась, Валя Отдам распоряжение Чтобы авторов отпустили Кстати, похоже Пробченко Он не насиловал Девушка просто замуж хотела А когда не получилось Решила отомстить Это рвотные массы Кого-то, прости, стошнил Недалеко от места убийства Судя по растворимым элементам кислот Около 11 вечера То есть во время убийства Это либо содержимое Желудка жертвы Либо преступника Это что-то новенькое Сейчас я выделю Из нее слюну А из слюны ДНК Ого Не ого А наука С Кротовой Все то же самое, Галь Все по тому же сценарию Единственное отличие Его стошнило Раньше он такой чувствительностью Не отличался Еще У Кротовой Очень низкий уровень адреналина В крови Я понимаю, что Этот анализ индивидуален Но у нее адреналин Даже ниже нормы А это значит, что она Совсем не испугалась А почему? Либо не успела Либо она хорошо знала Нападавшего И приняла это все За некий глупый розыгрыш Галина Николаевна Я по последней погибшей Шестая по счету Ирина Кротова Эту квартиру пополам Весомый мотив А где этот брат? Вы его нашли? Он прописанный Проживает в квартире родителей Сама Ирина после развода С мужем проживает В одна комната квартиры В Бутово Сейчас эту квартиру Рассматривают Я не спрашиваю, кто где живет Я спрашиваю Кротова Вадима нашли? Нет, мы не можем До него дозвониться Мобильная вне зоны доступа Домашний не отвечает К нему домой поехали Так, надо запросить Его медицинскую карту На предмет выяснения Группы крови Валь, сделаешь? Да, постараюсь Вы меня извините Я у Ирины как дома Мне детей кормить надо Я пока кашу сварю Вы соседка погибшая Да Я дочку Ирины Пока к себе забрала На время Господи, что с девочкой-то будет Ирина вчера на свиданку собралась Когда дочку уложила Ну, просила меня в квартиру заглядывать А с кем у Ирины свидание И где, не знаете? Знаю Она к Ленечку собиралась Ну, это ее коллега по работе Да только Она же Ее около дома ведь убили А Ленечка, он в центре живет Ну, вы не переживайте Мы все выясним Вы, кстати, брата погибший Не знаете? Это он? Он, бездельник Всю жизнь на родительской шее просидел Избаловали его до невозможности У них, у Кротовых Когда мать в больницу попала Ирина к ней каждый день ходила А Вадик, он раз в неделю сподабливался Она с сумками продукты, лекарства таскала А он с цветочками приходил Любимый младший сын Вот именно Палец о палец ни разу для родителей не ударил Они тебе всю жизнь зад подтирали А ты завидуешь, что ли? Чему завидовать? Все, я кончил базар тебе сказал Эта квартира мама и папа Мы ее трогать не будем Тогда отдавай мне мою долю деньгами Я подам в суд и выиграю дело Ира, она ведь что хотела Родительскую квартиру продать Купить небольшой недорогой домик у моря А деньги остальные в банк положить Ну и жить на проценты А брат квартиру продавать не хотел? Конечно, не хотел Но только тут нет ничего сентиментального Там память, папа, мама Он эгоистичный и расчетливый мерзавец Вы знаете, вот в последнюю неделю Он почему-то стал во всем с ней соглашаться Ну, говорил, мол, поступай, как знаешь То есть они помирились? Неа, Ира считала, что это его какой-то очередной хитрый ход Галь, я Ну, был я на хате у Кротова Нет там его Биоматериал взял для анализа ДНК Ну, я оперов здесь оставил На тот случай, если у нас братьев свернется Да, все, пока Да, поняла, спасибо, ждем Галь, согласно медкарте брата погибшей Вадима Кротова У него четвертая отрицательная группа крови А нам биоматериал везут из его квартиры на ДНК Выходит зря? Выходит зря У нашего упыря третий Да помню я Опять мимо Слушай, Валь А как ты думаешь Почему убийцу стошнило, когда он убивал Ирину Кротова? Причин может быть несколько Во-первых, она могла ударить его по желудку, когда сопротивлялась Во-вторых, элементарно он что-то не то съел А в-третьих, эмоциональное напряжение За 15 дней 6 жертв Причем в последние 3 дня он явно активизировался Да уж, перенапряжение И Кротова явно не была напугана Уровень адреналина в крови низкий Галь, ну я тебе уже говорила, ну не знаю я, почему она не успела напугаться Ты еще спроси, почему он стал убивать чаще Так я напомню Между прочим, классический маньяк Андрей Чикатило не имел никакого определенного графика убийств Не испугалась Валя, она не испугалась Чикатило Табу на инцест Поэтому его и вырвала Поэтому и Ирина не испугалась Подумала, что розыгрыш Эффект Чикатило, физиологический феномен Невыделитель По анализу крови определяется Одна группа крови А по анализу спермы совершенно другая Так, пока везут Биологический материал из квартиры Вадима Кротова Я сделаю тест на родство преступника и Ирины Да-да, хорошо, займемся этим Если экспертиза ДНК преступника и Кротова покажет близкородственную связь Объявляем его в федеральный розыск У себя на работе в фирме он так и не появился У друзей и родственников его тоже нет Извини Слушаю Поняла Седьмая Парк Царицыно В общем так, вы уже двое суток на ногах На выезд пойду я Эль, нет Пока ты нас не уволила На оперативке работаем Я и Петрович А ты нам здесь важнее Все, я погнал Тащили Сорок минут Веришь, нет Сорок минут Самища Вот такую О, ее Серсы улетели Ее зовут Настя Литовская Она из Минска, Серега Бульбашечка Петрович, я вон там обнаружил следы Сорок второго, максимум Сорок третьего размера Ну а здесь что? Следы побоев Следы удушения Резанные раны на шее Судя по степени Трупного оконченения И температуре Кружающего воздуха Могу предположить, что Ее смерть наступила часов Восемь назад То ли в районе шести утра Точнее, Валя Ольга скажет Пойдем к территории осмотрим Пойдем-ка Так Слышь, это Мы когда ее нашли Так сразу подумали Это Пашка со своей командой Что за Пашка? Он отбитый полностью Хотя пацан еще лет 13 Они ж Они ж как нелюди Как фашисты Про Пашку запиши, пожалуйста Спасибо, ценная информация О, да тут еще и драка была Да, били кого-то И, Петрович И волокли Пойдем-ка глянем На сей раз Мужик Мужик Ну, степень оконченения у него Примерно такая же, как у литовской Забили походу до смерти его То ли он с ней шел То ли видел чего Скорее всего, свидетель Раньше он нападал только на одиноких женщин Проверю, документы у него есть? О, черт, а Мы обзвонили всех родственников и знакомых Кротовых Никто не знает, где Вадим Думаю, Кротов и есть убийца ДНК преступника и погибшей Ирины Кротовой Дают близко родственные связи А сейчас будет готов результат По сравнительному ДНК преступника и ДНК Кротова Заявляем в розыск срочно Хорошо Это Кротов Он убийца Ты была права По ДНК полное совпадение, а не совпадение по группе крови Классический эффект Чикатило Когда группа крови по сперме не совпадает с реальной Только где его искать, этого Кротова? Так, ребят, доносим Алеш, к тебе поступление распоряжайся Куда ставить? Галь, это Настя Литовская Угу Туда несите И сейчас будет сюрприз Второй труп я привез Брата Ирины Кротовой, Вадима Документов при трупе не было, но В куртке обнаружил фотографию Вот эту вот Наобороте надпись Братишка, ничего не бойся Ребят, давайте, давайте Спасибо, ребят Все может быть свободно Подождите, я ничего не понимаю, но ведь Вадим Кротов это и есть тот самый убийца, судя по нашим экспертизам Судя по всему, Кротова забили ногами Два смертельных удара по выводам Вали Вот здесь Были нанесены тяжелыми ботинками Ну, в таких полгордом молодежи входит Это Вадим Кротов, но избитый Однозначно, что по ДНК, что по опознанию Его соседка опознала, ее вызывали Так А убийц было никак не меньше трех Посмотри вот на эти фотографии Это следы самого Кротова А вот эти три Неизвестных лиц Причем один отпечаток явно детский Тридцать четвертого размера кроссовки А остальные ноги Не больше сорокового Ерунда получается Кто-то убил маньяка-убийцу Ну да Галина Головна Присаживайтесь Спасибо Покротову все понятно Он понимал, что его сразу заподозрят Поскольку куш, в смысле наследства Был очень велик Мотив очевиден И он решил сделать серию Ну да И судя по сигналу мобильника Он всякий раз находился недалеко от места убийства А как так случилось, что он убивал пациента Кавторова? А он работал в этих клиниках Оформлял корпоративные скидки На отдых От турфирмы В которой работал менеджером В клиниках он и подыскивал жертв Я так понимаю Некоторых, скажем так Но когда он узнал, что авторов Бывший одноклассник его сестры Работает в трех из восьми этих клиник Которые он обслуживал как турменеджер Он решил, что неплохо было бы его немножко подставить А кто же убил Кротова? И как это связано с его серией? Литовскую убил Кротов Его сперма в ней Все остальное по старому сценарию Но сразу после убийства Литовской Погиб и сам Кротов Вот смотри На половом органе Кротова Био следы Литовской То есть сначала он убил Литовскую А потом кто-то убил его Ну и... А что еще? Что еще? Что еще? Еще У одного из убийц Кротова кровь пошла носом Надежде Кротова есть следы капиллярной крови первой группы Тогда как у Литовской она вторая минус А у самого Кротова четыре с минусом Не, ну я помню Ну и что? У этого первогруппника наркозависимость Судя по анализу крови повышенный гормональный фон Свойственный подростковому периоду Так Кротова явно ограбили Денег не было Мобильник и часов тоже В кругу были следы небольшого размера Молодежная обувь Подросток наркоман Мужик с пивом Мужик с пивом Вам Ты думаешь, что эта банда малолеток Имеет какое-то отношение к смерти Кротова? Да, Коль, судя по почерку Очень похоже на это Это и пугает Сейчас странно, что эта банда существует в реальности А не воображение мужика с пивом Ну, как мне сказали парни из местного ОВД Этот Павлик Вообще чуть ли не с рождения Является клиентом детской комнаты милиции Неблагополучная семья Все остальное Набрался таких же дружков Вот бандитствуют по вечерам Мы к нему домой едем К сожалению, Коль нет Уже вторые сутки Ни Паши, ни его дружков Дома нету В школу не ходят Ну, про школу-то никого уже не удивляет Мобильники отключены Так что будем с местными операми дворы прочесывать Далеко еще? Да вот, поворот сейчас уже Ну, три часа коту под хвост Ну, они могут в любом подвале сидеть Ну, или скрыться куда И потом не верю, что смерть Кротова Никак не связана с этими убийствами Так не бывает Коль, ну, ты же реально грузить начинаешь Ну, вы как, Коль Че, козел, в ментовку хотел пойти, да? А что у нас делать с предателями? Правильно, их казнят Брось, Маш! Всем стоять! Руки в гору! Живем их за гору! Отпиши, баба Митовская Никогда не думал, что детей буду под прицелом держать Что-то я не припомню в своем веку случайных убийств Но, тем не менее, Кротова убили эти подростки Которые к этой преступной деятельности Кротова не имели никакого отношения Никакого Они только грабили Ограбление на счету Паши и бригады есть И не одно, но с ними занимается районная ВД А вот убийство первое Причем они действительно не знали, что убивают убийцу Этот Вадим, небось, как обычно, сделал свое черное дело Ну, в смысле, убил Литовскую А я думаю, что этим убийством он хотел как бы подтвердить наличие маньяка Ну, то есть не остановился на сестре, чтобы его не заподозрили Но его планы рухнули Слушай, а ничего Сейчас добьем Мы в Амрахе его куда-нибудь встащем, чтобы не нашли Ну что же, одним серийником на свете меньше Ой, хорошо, если так Ну, с другой стороны Что дали бы Кротову? Пожизненное? Смертной казни у нас нет? А вот подростки эти, Паша и компания его Отсидят по малолетке лет пять В колонии И все, на свободу Да, и самое страшное, что из колонии они выйдут уже Более опытными Более озлобленными и более опасными В общем, Галь, ты, наверное, права Редкостную гниду они завалили Да, моральная дилемма Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова